Всем привет! Меня зовут Аня и я рада поприветствовать вас на своем канале о комнатных растениях Plants&Me. Друзья, сегодня наконец-то давно забытая, но такая, я думаю, любимая и мной, и многими моими подписчиками рубрика новинки. Это будут новинки, получается у нас новинки марта, потому что март вот закончился, уже самое-самое начало апреля. Вы знаете, такого количества новых растений у меня, наверное, никогда еще не было, ну вот за такой небольшой отрезок времени. Но я не все покупала, конечно же, в марте. Часть из этих растений, которые я сегодня покажу, их действительно довольно много. Я бы даже сказала много. И часть из этих растений я купила еще где-то, наверное, в феврале. Просто что-то лежало у продавцов, дожидалось хорошей погоды, что-то было в закупках. То есть все это я постепенно набирала, не так, что вот я скопом разом все приобрела. Здесь будут как небольшие растения, так и растения уже чуть более крупные. Часть моих новинок вы уже видели в распаковке в прошлом моем видео. Также видели новинку из Andes, кто подписан на меня в соцсетях что-то, мог еще немножечко видеть там. Но в любом случае будут растения, которые я еще нигде, вообще нигде, нигде не показывала, никому не говорила, ни в чате в своем телеграме, никому не говорила о том, что эти растения я приобрела. Поэтому я уверена, что вам будет интересно. Более того, несколько экземпляров, это прям из разряда каких-то моих самых сокровенных мечт. Поэтому я думаю, что будет интересно. Ставьте лайки этому видео, если вам оно понравится. Пишите комментарии, с удовольствием с вами обсужу мои новинки. Может быть, у вас есть какой-то опыт по поводу выращивания тех или иных растений, которые я сегодня покажу. Мне будет очень интересно почитать. Также, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что впереди много всякого любопытного и интересного. Друзья, давайте приступать. Желаю вам приятного просмотра. Растение, с которого мы сегодня начнем, мне кажется, оно довольно интересное. Не знаю, насколько распространенное. Вот конкретно у нас в целом можно было найти предложение. Я нашла в Петербурге на Авито, и периодически что-то появляется еще. Я видела, конечно же, это растение у иностранных блогеров, и мне прям очень хотелось попробовать, посмотреть. В общем, друзья, это Диаскорея Дискалор. Вот такой вот крошечный совершенно росток. На мой взгляд, очень интересное, необычное, такое забавное даже, я бы сказала, растение. По-моему, оно, ну, как типа оксалиса, сезонное, то есть на зиму уходит спячку, если я не ошибаюсь. Честно, я не особо еще пока вникала во все нюансы его выращивания. Вот. Но у него очень-очень красивые листики. Красивая как вот эта вот основная, да, лицевая сторона, так и оборотная часть. Она имеет такой прям пурпурный, фиолетовый такой насыщенный оттенок. Я постараюсь отдельно поснимать это растение, чтобы вам было лучше видно. И оно довольно быстро растет, быстро развивается. Тоже такая, ну, типа лиана, она плетется, плющика какого-то. И, например, вот этот листик уже у меня дома вырос, вот он набирает тоже размер, цвет тоже становится более таким темным. И вот этот маленький появился листик, тоже раскрывается. И, в общем, быстро оно растет и прям уже хочет плестись. Вот вы видите вот этот вот небольшой тоже росток. Очень интересное. Может быть, кто-то из вас смотрел, например, у Сидней Плендга, это австралийский ютубер. У него просто гигантское это растение, большое количество листьев. Он, кстати, тоже делал, по-моему, таймлапс. Он показывал, как, в общем, быстро, на самом деле, это детскорея растет. Очень-очень здорово. Ее можно довольно изящно пустить по такой, знаете, как коряги для аквариумов. Тоже будет очень красиво смотреться. Я пока не очень понимаю все-таки, насколько сильно она разрастется, как много ей нужно будет места, насколько большая нужна будет ей опора. Я решила вот, ну, пока так понаблюдать. По-моему, это прям такой забавный, интересный эксперимент. Мне пока что все нравится. У нее очень тоненькие, очень нежные листики. И я даже боюсь ее как-то там, не знаю, брыскивать. Говорят, что вроде как реагируют листья. Из таких следующих, небольших тоже черенков, это парочка хой. И я приобрела вот такую вот хою хишкелиана. По-моему, она называется хишкелиана варигатная. Совсем такой небольшой черенок. Пока, может быть, непонятно, насколько это интересное растение. Может быть, если вы не видели фотографии взрослого или видеороликов, то, может быть, не до конца будет понятно. Но, поверьте, взрослым растениям это выглядит очень здорово. Молодые листики, они такие красновато-розоватые, такого насыщенного оттенка появляются. И все это очень, ну, за счет мелких таких листиков, чуть такой разнообразной формы листьев, все это выглядит очень симпатично. Такая пышная шапочка, когда все это в таком виде, выглядит прям очень даже эффектно. Но мне даже и вот так она нравится. У нее очень, действительно, такие приятные листики, варигатность, вот эта пестролистность, она больше в центре, а по краю они такие немножко зеленоватые. Пока совсем, конечно, такая крошка, но нам не привыкать выращивать хои, в принципе, из небольших черенков. Это довольно распространенная практика. И вторая хоя. Я давно на нее заглядываюсь. Очень мне нравятся ее листья. Это хоя, как же она называется? Я забыла название. Красепетиалата сплэш? По-моему, так. Но я уточню название. Если я неправильно сказала, то я обязательно внизу напишу. Вот купила я ее таким растением, сразу пустила на опору, потому что у нее довольно, видите, такой длинный вот этот вот уз. Она пока адаптируется, потому что она сбросила несколько совсем-совсем маленьких листочков. Ну, у меня такое было с хоями, с новыми как раз. Все-таки переезд – это всегда стресс для растения. Просто кто-то острее на это реагирует, кто-то легче. Ну, вот хоя в моем случае, они периодически все-таки сбрасывают эти свои маленькие листики. Но большие они все, вот, слава богу, на месте. У нее очень, на мой взгляд, симпатичная окраска листьев. Такой вот, именно, это как серебристая такая заливка, таким вот именно сплэшем она. И очень мне нравится такая темная-темно-зеленая окантовка идет по краю. Выглядит, ну, прям, не знаю, мне очень нравится. Следующее моё растение, вы его видели, наверное, если смотрели мой ролик про поездку в Антас, это филодендром Глориозум. Я его, вот, кстати, не так давно пересадила в такой более вытянутый горшок, потому что эта форма филодендронов, она такая ползучая, не знаю, как сказать. В общем, он ползет по земле, не вверх карабкается, а вот больше как раз-таки стелется. И поэтому я решила вот посадить такой горшок. Немножко тут пространство оставила, все-таки я боюсь его как-то залить, то есть большое количество грунта меня, ну, смущает, поэтому я оставила такой небольшой запас. Посмотрим, если он тут пустит корешки, все пойдет хорошо, тогда я буду постепенно здесь досыпать грунт. Вот, сделаем просто прям такой достаточно рыхлый грунт с большим количеством всяких крупных таких фрагментов. Вот, пока не знаю, не понимаю. У него, кстати, две точки роста. Вот, самая основная крупная, и здесь тоже вот еще малыш такой растет, и вот у него как раз наклевывается новый листик. В общем, симпатичный, глориозум. Я, конечно, мечтаю еще когда-нибудь себе приобрести с такими прям темными листьями, чтобы прожилки были очень-очень контрастными. Но, в принципе, это тоже смотрится хорошо. Листья должны быть со временем прям огромными. Еще один филодендрон, который я приобрела в закупках, это филодендрон мамей, с такими серебряными листиками, ну, темно-зеленый фон, и сверху такое вот серебро. Что я хочу сказать про него? Я поленилась сама ехать забирать его с поставки, поэтому мне досталось то, что досталось, во-первых. Во-вторых, он ехал и как будто бы... Ну, изначально мне показалось, что его залили, потому что горшок, в котором он приехал, он был прям тяжеленным от вот этой вот воды, которая впиталась в этот торф, и у него пошли прям такие желтоватые пятна именно от залива. Может быть, еще чуть-чуть, пока он ехал, он немножко подзамерз. В общем, это не слишком симпатично выглядит. Через какое-то время, когда все эти вот пятна подсосохли, я их срезала, поэтому у него сейчас такой своеобразной формы листья. Но я думаю, что этот филодендрон, он довольно такой живучий, и нормально все с ним будет. Думаю, что он адаптируется. Тут вот я вижу уже новые корешки появляются, такие здоровые белые. Вот, в целом, мне кажется, что с ним все должно быть более-менее в порядке. Не знаю, насколько он ту году. Я вижу вот точку роста. Вот, кстати, вот этот лист, видимо, развернулся, разворачивался в дороге, и вот он немножко, ну, поломался, потому что это прям самый молодой лист, и ко мне он приехал еще совсем таким светло-светло-зеленым. Вот. Ну, не знаю, посадила его в объем гораздо меньше, так, чтобы корни мне было видно, тоже рыхлый грунт. Ну, надеюсь, что мы с ним поладим, посмотрим. Пока вот он так у меня будет расти. Буду наблюдать. Вообще, сорт красивый, симпатичный. Не знаю, насколько он мне в итоге будет сильно нравиться. Или нет, но это будет понятно только в процессе. Пока такой вот малыш. Я, на самом деле, решила, что покажу все новинки, даже то, что вы видели в распаковке, там, несколько дней назад. Я решила, что сегодня все равно будет такое обобщение, потому что всегда интересно пересматривать, какие же новинки у меня были в каком месяце. Вот так легко отслеживать, смотреть, как растения меняются, как они растут, не растут, что с ними вообще происходит. Вот. Ну, и тем более, может быть, не все видели мой ролик с распаковкой. Ссылку я на него оставлю в описании. Вот. Поэтому покажу все-все-все. Вот такой вот замечательный, крошечный совершенно антуриум. Антуриум, сейчас скажу. Сильвер Блаш. Сильвер Блаш. Я пока не особо вижу в нем сортовые признаки, потому что, мне кажется, он совсем еще крошка. Хотя у него довольно хорошие корни. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот здесь вот видны уже корни, и я даже по горшку понимаю, что они такие мощные. Ну, не по горшку, а по этому стаканчику. Понимаю, что они мощные, и уже начинают распирать вот этот объем. В общем, пока все с ним нормально. Хотя кто-то жалуется, говорит, что он требовательный вроде как к влажности. У меня нет флорариума, нет какого-то, как это сказать, грин-кабинет для растений витрины. Вот, поэтому он будет у меня расти пока что при комнатных условиях. Ну, вот за несколько дней, что он у меня, я ухудшения никакого не заметила. Но будет видно дальше. Надеюсь, что он как-то адаптируется к моим условиям. И будет прекрасно расти и радовать меня своими красивыми серебристыми такими листиками. В той же посылке я получила парочку стендапсусов. Моя прям давнишняя мечта и один и другой. Вот первый это стендапсус платином. Очень мне нравятся эти листья. Это просто потрясающая какая-то красота. Эти, конечно, такие чуть уставшие от дороги. Ну, вы видите, что там легкая какая-то желтинка есть. Но это не критично. Он все равно, я думаю, адаптируется. И я... Ну, прошло уже какое-то время. Он немножко тоже привык к моим условиям. Немножко отошел от стресса. И я его пересадила в свой грунт. И вот, кстати, видно хорошо корешки. Вот эти прям уже тоже двинулись в рост. Осваивают новый объем. И у него видны две точки роста. То есть я купила сразу два черенка. И их вместе посадила. Потому что как-то я устала от того, что все время, ну, приходится выращивать растения из крошечных маленьких черенков. Зачастую это отнимает очень много времени. Мне хочется чуть побыстрее видеть результат. Поэтому я решила, что два черенка в одном стакане – это лучше, чем один. Вот. Если вы, не знаю, видели в интернете, может быть, это фотографии взрослого растения. Это просто потрясающе так смотрится. Такое серебристое облако из этих листиков. У них такие еще прожилки тоненькие. В общем, красота. Надеюсь, что мы с ним тоже найдем общий язык. Второй стендапсус из моих давнишних вообще мечт – это стендапсус Silver Lady. Я взяла тоже два черенка. Тоже уже успела их объединить, посадить в один горшок. Там были довольно хорошие корни. У одного прям вообще гигантские. У второго чуть поменьше. Но, в принципе, тоже хорошие. Вот. Вот, соответственно, две точки роста. Не знаю. Может быть, вот, кстати, первый домашний лист, мне кажется, он чуть-чуть подпортит. Тут немножко тоже желтит. Но это не критично. Я думаю, что все-таки Silver Lady освоится со временем. Даже если первые листики будут, может быть, не идеальными, ничего страшного. Думаю, что все в итоге должно быть неплохо. Ну, надеюсь, во всяком случае. Потому что растение с хорошей уже корневой системой. И я думаю, что оно сможет адаптироваться. Интересно, что вот эти вот листья, когда я смотрела на фотографии, то есть я вживую Silver Lady никогда не видела. И по фотографиям мне всегда казалось, что у этого стендапсуса такие тоненькие-тоненькие листики. А они на самом деле такие плотные. И это интересное такое несоответствие моих представлений с реальностью. Но это все равно очень здорово. И мне кажется, за счет того, что у него такие крепкие листья, этот стендапсус производит впечатление еще более такого надежного товарища. Но я не знаю. Если у вас есть опыт выращивания этих двух сценов, пишите. Я с удовольствием почитаю и послушаю ваши какие-то советы, рекомендации. Так, еще одна маленькая растенница, которая приехала в той же посылке, это Monstera Seltipicana. Она была в маленьком-маленьком, вообще крошечном, совершенно пластиковом стаканчике. И когда я вынула ее из этого стаканчика, и она была во мху, у нее, как выяснилось, просто гигантская уже корневая система. Там она намотана в несколько, не знаю, оборотов вдоль вот этого маленького стаканчика. И поэтому, вот не удивляйтесь, что три листика, но в таком довольно большом горшке, на самом деле, там много-много корней. И мне кажется, что, ну, когда она приехала, она зажелтила нижний лист. Отчасти, мне кажется, она могла его зажелтить просто потому, что уже не хватало, ну, объема вот этого вот маленького горшочка. И мне кажется, уже пришло время пересадить ее. Я думаю, что с Monstera тоже мы поладим. Вот даже здесь, кстати, сейчас вот видно, что вот тут вот повсюду вот эти вот корешки. Ну, их правда, правда было много. Вот. Я, конечно, хочу о том, чтобы это растение было таким, росло такой пушистой шапочкой. Надеюсь, что хорошо пойдет в рост сейчас вот весной и летом. И я потом его впоследствии начеренкую и подсажу к основному растению вот так. Ну, пока совсем кроха. И, наконец, последнее растение из вот этой распаковки – это Philodendron Mediapicto tricolor. Тоже здесь два черенка. Я их тоже уже пересадила. Здесь было не так много корней, поэтому я вот насыпала на дно пеностекло, ну, чтобы немножко уменьшить объем этого горшочка. Просто у меня не было подходящего какого-то стаканчика, чтобы можно было туда эти два черенка посадить. Один прям вообще активно растет. Вот, видите, уже тут даже уже дома у меня раскручивают новый лист. У второго нормально все с корнями. Но точка роста пока еще не активизировалась. Но зато я посмотрела, что когда вытащила из грунта, посмотрела, что все там хорошо, все в порядке, корни живые, их много. Так что, думаю, просто ему требуется время, и впоследствии он пойдет в рост. Вот, очень тоже симпатичный сорт, хотя долгое время он меня почему-то не привлекал. Даже не знаю почему, хотя я люблю Philodendron, люблю, и у меня есть Neon или Lemon Lime. Ну, в общем, с желтыми этими листьями. Есть Philodendron Brazil, который вообще прям очень на этот похож. Но вот что-то меня долгое время останавливало, и только сейчас я почувствовала, что мне хочется это растение заполучить. Ну что самое все интересное, я, получается, что оставила под конец. Давайте смотреть. Еще одна хоя. Я давно на нее поглядываю, но почему-то решилась на ее приобретение только сейчас. И я купила ее в закупках. Мне почему-то вот показалось, что... Ну, не показалось, я поняла, что я устала снова. Повторюсь, устала выращивать зачастую растения из маленьких черенков, особенно с хоями. Поэтому я решила приобрести сразу, ну, довольно взрослое растение. В общем, друзья, это хоя ваети триколор, по-моему, она называется. Красивые у нее листики. Тут прям целая такая шапочка. Они какие-то зеленые с такими розовыми краями и светлые части. В общем, прям симпатичное очень растение. Кстати, не смотрите, что она у меня в таком горшке. На самом деле, я использую этот горшок в качестве кашпо. А хою эту я пересадила в такой вот небольшой объем. Когда я ее забрала, у нее тоже был перевлажнен грунт. И когда я вытащила ее из грунта, выяснилось, что там просто... Ну, не знаю, горшок был раз, наверное, в три больше, чем вот этот, в который я ее сейчас посадила. Ну, нормально. Я вижу, что тоже корешки вот тут растут, осваивают этот объем. И надеюсь, что все будет в порядке с ней. Пока, пока не знаю, пока она адаптируется. Но растение очень красивое за счет формы листиков, окантовка. И за счет, конечно, сочетания вот этих цветов. Какого-то такого кремового, розового и зеленого. Вот. Очень такая тоже милая хоя. И сразу для меня она просто огромная. Еще один довольно, ну, довольно крупный, можно сказать, экземпляр по сравнению с тем, что я вам сегодня показываю. Тоже с ним похожая история, как с медиапиктой триколор, как с тем филадендрином. На вот это растение, которое сейчас вам покажу. Я вроде как давно на него поглядывала. И оно мне, с одной стороны, нравилось. С другой стороны, мне казалось, что, ну, какая-то неоправданно высокая цена на него. Ну, новинка. На тот момент это была новинка. А тут я увидела в закупках его по более приятной цене. И решилась-таки купить это, друзья, фикус эластика Шривериана. Как-то какое-то у него есть еще название, что-то там про Муншайн. Не знаю, какой-то мне такой попадалось тоже вариант названия. Ну, у нас его все называют Шривериана. Довольно, я считаю, такой немаленький экземпляр. Потому что иногда продаются совсем вообще крошечки. У него очень красивые, конечно, листики. Все та же известная нам форма вот такая вот, форма листа фикуса эластики. Но очень такой светлый фон, особенно молодых листьев. И вкрапления такого темно-зеленого. Со временем они темнеют немножко, эти листья. Но все равно выглядит очень-очень симпатично. Не знаю, надеюсь, что тоже он у меня будет расти. Сейчас пока немного так на карантине. Я за ним поглядываю, потому что, ну, не знаю, опасаюсь. Особенно растения из-за кубок почему-то у меня вызывают какую-то такую настороженность. Хотя пока ничего не было замечено ни на нем, ни на хое. Но все-таки я предпочитаю так немножко в стороне его держать от своей конлекции. И потом планирую поставить на свое юго-западное окно. Ну что, друзья, мы постепенно переходим к самым просто моим заветным, сбывшимся мечтам, сбывшимся в этом месяце. Следующее растение. Я заглядываюсь на него давно. Я видела в каких-то роликах этот цветок. Я смотрела на фотографии. Мне очень нравилось, как оно выглядит. Но когда я его получила и распаковала, я просто потеряла дар речи. Потому что, на мой взгляд, это просто какая-то фантастическая красота, друзья. Это Амаранта Массанджа. У нее еще такие большие-большие листики. Ну вот вы видите. И я не знаю, но она очень красивая. Я просто, правда, онемела, потому что у нее вот эти прожилки. Ну вот которые, не прожилки, а вот эти вот темные части, они такого, знаете, коричневато-лилового какого-то, коричневато-пурпурного оттенка, фиолетового такого. Зеленые фрагменты, они такого холодноватого, холодного такого зеленого, голубовато даже зеленого. И на солнце, я не знаю, на хорошем свету это выглядит просто вообще потрясающе. Очень красивая моя, правда, давнишняя мечта. Я надеюсь, что мы с ней поладим, что она адаптируется у меня, будет радовать меня новыми листями. Не знаю, так это или нет, потому что у меня несколько марант. С некоторыми я лажу хорошо. Но вот, например, самый простейший фасцинатор, как ни странно, с ней у меня есть проблемы. Но я все-таки надеюсь, что этой маранти-массандже понравится у меня. Это просто какая-то вообще фантастика. Как можно иметь такие красивые листья, я не знаю. Следующий лот, друзья, это антуриум. Но почему-то у нас мне не особо попадались предложения с этим именно антуриумом. И в закупках почему-то, и из Тайвани еще откуда-то. Ну, может, просто я не в тот момент изучала эти закупки, не знаю. В общем, друзья, это антуриум Дорояки. У него такие круглые листья, и он вообще такой коренастенький, такой как будто бы немножко низкорослый. У него не очень длинные черешки. И мне очень нравится, что у него, во-первых, эта форма листа такая очень округлая, и большое количество серебра на листьях выглядит очень здорово. Я надеюсь, что ему понравятся мои условия. Я очень надеюсь, что он к ним адаптируется, привыкнет, потому что у меня нет витрины, нет флорариума. То есть я планирую его выращивать при комнатных условиях. Ну, изначально я об этом думала. И вот я его посадила, кстати, в чистый сфагнум новозеландский. У меня просто... У меня был эксперимент с кларинервиумом, ну, который, конечно, гораздо проще, я думаю. Но мне понравился результат. Я в скором времени сниму видео, я думаю как раз про свой кларинервиум и про сфагнум. Поэтому я решила, что, ну, вот после того, как растение немножко отдохнуло от дороги, там, стресс вот этот прошел, я его переместила в сфагнум. И надеюсь, что мы поладим, потому что, вот видите, он стал немножко отсушивать. Сейчас я покажу вот так. Стал немножко отсушивать вот этот лист. Ну, я пока что жду, думаю, что, ну, это все-таки адаптация. И надеюсь, что он на этом остановится. Все остальные все-таки листья будут уже нормальными. Не знаю, посмотрим. Пока выглядит вот таким образом. Очень красивый, на мой взгляд, сорт. И, наконец, последнее. И такая желанная новинка растения, ну, просто я считаю какой-то безумной красоты. Это, друзья, аллоказия. И это аллоказия фрайдек вариегатная. Я вообще не знаю, как такое возможно. Всегда смотрела на фотографии и поражалась, что, ну, неужели это живое растение с такими вообще прекраснейшими совершенно листьями. Вот эти вот переходы различные зеленого, белые фрагменты. В общем, вот такая вот красотка тоже приехала ко мне почтой, причем пока она росла у женщины, у которой я ее выбрала, она успела выдать вот этот лист. Ну, то есть мы ждали, ждали, когда же погода позволит отправку по почте. И она выдала, посмотрите, просто вообще роскошный лист с прекрасной вообще вариегатностью. Много белого, при этом довольно много зеленого. Просто вообще, я не знаю, это какое-то вообще чудо, чудо, не знаю, в селекциях. Наверное, правильно будет сказать так. Вот видите, корешки нормально растут, много белых. Я думаю, что ее пока точно я не буду пересаживать. Здесь рыхлый грунт, и видно, что ей комфортно. Ну, в общем, я пока не вижу смысла в том, чтобы ее перемещать в какой-то другой горшок, в какой-то другой стаканчик, в какой-то свой грунт. Вот, поэтому я буду любоваться ею, смотреть на ее прекрасные здоровые корни. И, кстати, вот она готовит новый листик. Очень интересно, каким он будет. У меня была только обычная мишольца, которая сейчас у меня на реанимации находится. Ну, посмотрим. Надеюсь, что она тоже восстановится. И, конечно, я мечтала о вариегатной форме, но обычная мишольца у меня росла очень хорошо, очень быстро. То есть она выдавала, ну, это, наверное, алаказия, которая больше всего листов держала на кусте, как ни странно. И, ну, посмотрим, как пойдут дела с вот этой крохой. Она желтит, немножко отсушивает нижний листик, но это нормальное явление. То есть, ну, помимо того, что адаптация, это просто самый старый лист, и в этом нет ничего такого страшного. Ну, что, друзья, на этом все по новинкам. Очень надеюсь, что вам было интересно. Буду с вами на этом прощаться. До своего скорого видео. Пока-пока.